В октябре 2016 года был объявлен первый конкурсный набор в очередную программу трансграничного сотрудничества Польши-Беларусь-Украина со сроком реализации до 2020 года и бюджетом от Евросоюза в размере 108 миллионов евро. Заявители проявили активность. Итог первого этапа – 749 концептуальных заявок в рамках четырех приоритетов. Границы, доступность, безопасность и наследие. Из них во второй этап с белорусской стороны по направлениям безопасность и наследие прошли более 80 организаций. В ближайшее время им предстоит подготовить и подать полную заявку на участие. Семинар позволит избежать ошибок в данном процессе и повысить шансы на успех. Сегодня собрались в Бресте по программе Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 годов представители тех организаций, которые прошли на второй этап подачи заявочной формы. И сегодня им будут рассказывать представители совместного технического секретариата о том, как заполнить полную заявочную форму и как улучшить свои заявки для того, чтобы заявки получили больше шансов на присуждение финансирования средств Европейского союза. У приграничных регионов Беларуси, Брестской и Гронинской областей уже есть опыт участия в подобной программе. Реализация проектов в ее рамках осуществлялась с 2007 по 2013 годы. Реализовано 52 проекта на общую сумму 74 миллиона евро. Из них 35 миллионов евро приходится на белорусскую сторону. Если говорить по новому проекту 2014-2020, уже можно в суверенность сказать, что 9 миллионов евро будут привлечены на Брестскую землю по двум большим инфраструктурным проектам. Это строительство дороги, подходящие от высокого до границы. И это у нас большой проект по Министерству чрезвычайной ситуации. Среди наиболее активных участников и закончившейся программы и стартовавшей представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Для продолжения трансграничного сотрудничества они уже подготовили с коллегами из Польши большой инфраструктурный проект, который, к слову, проходит вне конкурса. Основная цель – повышение уровня безопасности на приграничных территориях. Планируется проведение шести совместных комплексных учений по отработке взаимодействия в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Если брать по белорусской стороне часть, это строительство новой аварийно-спасательной части в городе Каменце с учетом всех современных требований и развития данного региона, учитывая близость Беловецкой пущи и наличие там весьма интересных объектов. Строительство центра безопасности, что очень важно для Брестской области, которые будут включать в себя различные направления обучения населения, руководителей предприятий, органов власти, основам безопасности жизнедеятельности. И понятно, что этот объект создается в каждом областном центре, создается он по указу президента, поэтому, конечно, мы этому объекту уделяем очень большое значение. Третий объект в рамках этого проекта – это реконструкция манежа для тренировки спасателей и пожарных в Гродненской области, а точнее в городе Гродно. Срок подачи заявок от тех, кто прошел во второй этап по направлениям безопасность и наследие – 30 июня 2017 года. Что касается приоритетов границы и доступности, то заседание Комитета по отбору проектов во второй этап состоится 24 и 25 мая. Позже для них будет также установлен временной интервал оформления полных заявочных форм. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.